Друзья, всех приветствую на канале. В предыдущем видео о деле депутата Трухина я рассказывал, что когда в передряги попадают близкие люди Арсена Авакова, то такие дела будут максимально фальсифицироваться, а доказательства прятаться от общественности. Напомню, что по команде Авакова патрульная полиция, которая оформляла происшествие, спрятала видео с нагрудной камеры полицейского, хранила его 5 месяцев, потом Аваков слил его журналистам, и на фоне этого Авака выступает у Шустера и устраивает целое цирковое представление. Такое поведение, какое демонстрирует Трухин, сойдет ему с рук или сходило с рук. Это разрушает всю правоохранительную систему, потому что в следующий раз пьяный политический мажор с сумками денег из нашего бюджета, находящихся в багажнике автомобиля, совершит преступление. Трухин это безусловно негодяй, но когда бандит и коррупционер Авака строит из себя отца нации и получает других, это выглядит очень смешно. Ну что, преступление пьяного мажора не заставило себя долго ждать. В ночь на 10 февраля на территории Харьковской области бизнесмен, мультимиллионер Александр Ярославский, пребывая за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сбил человека, который погиб. Причем пешеходы переехали дважды. Ярославский ехал на своем личном кубике Брабус. Как только стало известно о происшествии, журналисты набрали Ярославского, и он сообщил, что в это время он просто спал дома. Бизнесмен отрицает, что был на месте, мол, я не я, и за своими машинами я не слежу. Где они ездят, я не знаю, рассказал он журналистам. В этот же день полиция вызвала Александра Ярославского на допрос. И что сделал Ярославский, получив повестку от полиции? Правильно, сбежал из Украины. Вот так вот миллионер Ярославский тут же прыгнул в самолет и улетел в Лондон, чтобы не быть допрошенным полицией. Узнаете, чей это стиль и манера поведения? Ну, конечно же, Арсена Авакова. Александр Ярославский – это ближайший друг Арсена Авакова. И многолетний бизнес и политический партнер. Вот фотография, как в рамках подготовки к Евро-2012. Арсен Аваков, Александр Ярославский и даже министр иностранных дел России Сергей Лавров посещают металлист. Ярославский – это один из самых богатых людей Харьковской области, где Арсен Аваков был губернатором. Харьковский регион – это полностью регион Арсена Авакова. Если поднять старые публикации и, например, почитать эту статью 2013 года, можно найти такие строки. «Несостоявшийся король Харькова Александр Ярославский, используя свои давние киевские связи, лоббирует назначение губернатором Харьковской области своего давнего партнера Арсена Авакова». Можете найти эту статью в интернете, почитать про коррупционные рейдерские схемы Ярославского и Авакова. Они многие годы работали вместе, там целый тандем был. То есть не разлей вода, ближайший партнер его. Вот в свежей статье 2021 года Лига Бизнес Информ пишет, что единственная публичная оценка активов Авакова в 2000-х рейтинг журнала «Фокус» 2007 года. По подсчетам журналистов, в 2007 году его состояние оценивалось в 385 миллионов долларов. Харькове Аваков тогда уступал только экс-владельцам Укрсибанка Александру Ярославскому и Эрнесту Галиеву. Если послушать речи Арсена Авакова на программе «Шустер», где он поучает, как нужно себя вести, какие должны быть, то, наверное, ближайший друг и партнер Авакова Ярославский должен был после этого инцидента прийти с повинной в полицию, сдаться, дать показания. Но нет. Ярославский сразу же, сразу же покинул Украину. Но это еще не все. Оказывается, в этот же день в полицию пришел какой-то посторонний человек и заявил, что именно он был за рулем автомобиля Ярославского, и полиция Харьковской области, не проверяя информацию, моментально составила в отношении него подозрения в совершении преступления. Делалось это по команде начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина. И эта бодяга сразу же вскрылась. И в этот же день министр МВД Новый Денис Монастырский сразу же уволил этого Перлина с занимаемой должности. И дело передали в главное управление расследований в городе Киеве. И как вы думаете, вот это все же дело делалось по команде Станислава Перлина, начальника полиции Харьковской области. Чей он человек? Ну, конечно же, Арсена Авакова. Станислав Перлин был назначен на должность 1 сентября 2021 года, когда Аваков был главой МВД. Перлин родился в Харькове, работает в органах внутренних дел с 91-го года. Работал на разных должностях в Харькове, начальником уголовного розыска, ну, там перечень. А с 2004 года начал работать в Харьковском научно-исследовательском экспертно-криминалистическом центре МВД Украины. Ну, и после был назначен уже начальником Харьковской области, главой полиции. Перлин – это классический харьковский мент, а Аваков крышевал и работал со всеми харьковскими ментами. Это одна банда-группировка аваковская. Вот тут Аваков вместе с Перлиным вручают квартирки. Это внутренних дел. Здание было на балансе экспертной службы. В 2010 году мы это здание получили после реорганизации летного училища, института летчиков. В последний год мы добились гигантского роста доверия к полиции. Ко всем полицейским силам. На ютубе можно найти старый фильм о Ярославском, где он рассказывает, что лично всегда ездит за ролью машины, нарушает ПДД и гаишники его не трогают. Дякую. Ту ж по 7-й працовнице подставяю Александрови два самохода. Олигарха zawsze проводит сам. Рушами до Харькова. Длакого пан сам проводит? Осченда пан на хирурце? Экономите. На przykład о пистолете. Так, я даже два пистолета. Виде, что любит пан szybкую езду. Сейчас едем 120 км на годину. Не можно сказать, что это какая-то надзвычайная прэдкость. Розумим, что дороговка ве, что пан едет. Не пытаем их о то. А затримуют пана часами? Поверьте, что жена. То есть вы поняли. Все это происходило многие годы при Авакове. При власти Авакова, еще когда он в Харькове был. Никто гаишники не трогали. Все было нормально. Может, как такого человека штрафовать за нарушение правил дорожного движения? Ну, типичный политический мажор с деньгами в сумке в багажнике. Это разрушает всю правоохранительную систему. Потому что в следующий раз пьяный политический мажор с сумками денег из нашего бюджета, находящихся в багажнике автомобиля, совершит преступление. Я уверен, что если бы сейчас Аваков был министром МВД, то вот эта схема с подставным водителем бы прокатила. Аваков выступал бы на всех передачах, рассказывал, что он раскрыл дело. А все журналисты, которые указывают на Ярославского, это все негодяи. Что Аваков делал всегда, всегда, когда вскрывали схемы его близких людей? Я скажу так, что нужно просто каленым железом вычищать людей Авакова и всех органов власти. Любого берите, можно сажать автоматом. Там все бандиты, все по уши в коррупции, по уши в криминале. Нет ни одного. Вообще, назовите хоть одного порядочного человека из окружения Авакова. Хоть одного. Я таких не знаю. И как вы думаете, будет ли на очередном шустере Аваков сейчас выступать, как отец нации, поучать, рассказывать там про мажоров, рассказывать и все остальное? Или забьется в угол и промолчит тихонечко, чтобы тема сошла на нет. Там забыли, опять вылезет и будет всех обучать. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. И опишите свои пожелания Арсену Авакову и его друзьям.